750 жителей Сургутского района в этом году стали новоселами. 200 семей получат ключи от квартир в ближайшее время. Одним из первых – жители отдаленного поселка Угут. В этом населенном пункте подходит к концу строительство многоэтажного дома. Подробности расскажет наш корреспондент. По канализации все подсоединено, центральную уже опробовали. Слив уже все идет туда на косы. Объект почти завершен. Осталось закончить внутреннюю отделку квартир. В отдаленном поселке Сургутского района жители аварийных домов готовятся к новоселью. Если аукцион состоится, многоэтажку ведут в эксплуатацию в первые месяцы Нового года. Объявлены аукционы, 54 заявки размещено на электронной площадке. Очень надеемся, что застройщик продаст квартиры именно муниципалитету. По Угуту есть острая потребность и с Малоюганским закрыть вопрос переселения. Ну и в самом Угуте 10 аварийных домов, всего 20 с учетом Малоюганского. Поэтому нам эти квартиры очень нужны. В Угуте еще есть ветхие аварийные дома. Для того, чтобы полностью решить проблему, нужно построить как минимум еще две высотки. Очередь у нас действительно еще большая. У нас получается еще 6 домов. Ну я думаю, что 3 дома еще. Ну и возможно дома в деревне Таурово, Тайлаково и Каюково. Там тоже есть ветки аварийный муниципальный жилой фонд, который тоже надо расселять. Мы уже рассмотрели возможности, даже посмотрели, где с подведением сетей водоснабжения, электроснабжения, чтобы сети позволяли установить на этом месте дом. Всего в Сургутском районе сейчас объявлено 202 аукциона на приобретение жилых помещений на территории поселков Барсово, Русскинской, Угута и в городе Лентор. Квартиры в этом году местные власти уже предоставили 750 жителям. Задача, уверяют чиновники, перед ними стояла не из простых. Проблема, которая назрела в связи с изменением стоимости строительства, она коснулась не только муниципалитет, но и граждан, которые приобретали и без нас жилые помещения. Если говорить об стоимости квадратного метра, которую устанавливает региональная служба по тарифам, она несоразмерно мула той стоимости, которая реально сейчас на рынке существует. По той стоимости, которую установили в РСТ, чиновники не могли выкупить у застройщиков квартиры. Аукционы срывались один за другим. В августе ситуация изменилась, законодательствия произошли изменения. Предел, установленный региональной службой по тарифам, стал рекомендованным, а не обязательным. Поэтому муниципалитетам сейчас позволено за счет собственных средств докладывать разницу в цене и покупать жилье.